Можно ваш велосипед? Вы собственник, да? Еле заметны цифры под кареткой своего рода велосипедный чип, где хранится информация о технике. Заводской номер – первое, что проверяют полицейские, останавливая водителя двухколесного транспорта. По этим данным проверяем велосипед по информационным базам данных. Находится он в розыске, кто собственник велосипеда, кто раньше на нем передвигался. Отличительные приметы велосипеда. Не забывают спросить телефон и адрес владельца. Это необходимо для дальнейшего контроля. Вся процедура проверки транспорта не больше трех минут. Напоследок – предостережение от стражей правопорядка, глядеть в оба за железным конем. Мы не есть те, кто оставляет, где попало. Так рассуждают большинство велосипедистов. Дмитрий, например, беззаботно ездит на своей веломашине почти три года. Бдительность старается не терять. Замки, как бы, и ставишь где-нибудь под камерой или где-нибудь много людей. Однако против лома нет приема. Эта поговорка для велосипедистов как нельзя более актуальна. По словам специалистов, еще не изобретен замок, который невозможно было бы перекусить или взломать, даже если этот замок гаражный. Стоит в гараже и стоит, радуется жизни. Инспекторы рассказывают случай, когда для одного из волокжан кража велосипедов была своего рода хобби. Около десятка угнал только в прошлом году. Причем большинство бросал, не проехав и километра. Велосипеды воруют даже с парковок посреди белого дня, говорят полицейские. А чаще всего достается тем, кто оставляет транспорт в подъездах. 90% краж, по статистике, происходит именно там. Велосипед был оставлен на ночь в подъезде, и на утро я его не обнаружил. Его просто перекусили тросик и велосипед увели. Именно поэтому, начиная с апреля и вплоть до осени, полицейские массово проверяют велосипеды и их владельцев. Останавливают водителей на улице, наведываются в подъезды жилых домов. Технику без замков забирают до выяснения обстоятельств. При отработке одного из подъездов на улице Благовещенской был выявлен велосипед, находящийся в розыске еще с 2015 года. Мы установили владельца нынешнего данного велосипеда. Женщина пояснила нам, что велосипед приобрела с рук для ребенка. Полицейские напоминают, если вы запланировали покупку подержанного транспорта, нужно потребовать у бывшего владельца документы на велосипед. Если их нет, обязательно записать номер телефона и адрес продавца. А лучше всего не приобретать велосипеды с рук. Отправляясь в магазин, тоже нужно соблюдать ряд правил. Если данный велосипед граждане покупают в магазинах, соответственно, новый, то им выдают документы на данный велосипед. Желательно эти документы не терять. В дальнейшем, если вдруг совершится кража у них, то это поможет в раскрытии преступления. Кроме того, нужно заранее обдумать, где хранить железного коня. Лучше всего в собственной квартире или в доме. Иначе есть риск пополнить цифры статистики. С начала апреля в Волгде украли 28 велосипедов. Семь фактов уже раскрыты. Технику вернули законным владельцам.